В эфире информационная программа новости 24 в студии Хадижа Курбанова. Здравствуйте! Коротко о главных событиях прямо сейчас. Услышал призыв о помощи и спас человека. Сотрудник Росгвардии помог утопающему выйти из воды. Об отважном поступке сегодня выпуски. 200 тысяч мальковой сетра и белуги выпустили в море. Специалисты глав рыбвода восстанавливают биоресурсы Каспия. Почетный красный. Более 500 студентов до госинверситета получили диплом о завершении учебы в торжественной обстановке. В Хасавьурте перевернулся полицейский УАЗ. ДТП произошло на пересечении улиц Алиева и Воробьева. С камер видеонаблюдения видно, как наряд полиции на большой скорости врезается в легковушку, выехавшую на перекресток. Несколько человек получили легкие травмы. Жители города помогли полицейским развернуть автомобиль. В настоящее время автоинспекторы выясняют причины аварии. Но по предварительным данным, ДТП произошло по вине автомобиля полицейских. Не прошел мимо беды. Сотрудник Росгвардии спас жизнь мужчине. Офицер 95-го ордена Жукова дивизии войск Нацгвардии Назим Талыба вытащил из Каспийского моря утопающего мужчину. Пообщался с героем корреспондент нашего телеканала Камиль Девятов. Ему слово. Трагедию удалось избежать чудом. В Дербенте на пляже во время купания едва не утонул молодой мужчина. Но благодаря бдительности одного из отдыхающих была спасена человеческая жизнь. Назим Талыбов, несмотря на отважный поступок, героем себя не считает. Но поступки говорят сами за себя. Офицер, заметив тонущего человека, не думая о последствиях, бросился в воду. Вытащил парня на берег и оказал ему доврачебную помощь. Понял, что человек тонет. Ну, принял решение, что все, надо уже не то, что наблюдать, а уже как бы за ним идти. Прыгнул, доплыл до этого приблизительного места, потом под водой. Реально нашел, смотрю, да. Уже практически без никаких признаков пришлось за волосы все взять, поднять наверх. После второго дня рождения Ильгама Азизова мужчины поддерживают связь и даже дружат с семьями. Камиль Девятов, Зумруд Гамидова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. 200 тысяч мальков осетра и белуги выпустили в Каспийское море. Специалисты Терско-Каспийского филиала глав рыбвода выращивали рыбу на протяжении двух месяцев. И накануне их, наконец, выпустили в море. Как это повлияет на восстановление популяции рыб этой породы на Каспии, узнавала Луиза Раджабова. Поистине золотая рыбка, ведь ее так мало в Каспийском море. Это молот осетра. И весит она сейчас от 3 до 5 грамм. Сегодня в этом море станет ее на 200 тысяч больше. Все это время их выращивали здесь, в Мастепском рыбоводном заводе. Таком предприятию нет аналогов на Северном Кавказе. Оно основано на установке замкнутого водоснабжения. Здесь можно круглогодично регулировать температуру воды. Мальков выращивали в течение двух месяцев. И сегодня они достигли 3-граммового веса, допустимого для выпуска в море. Большой труд сделанный. Завод тоже новый. Завод рассчитан на 2 миллиона. Первый год выпуска дали госзадание 200 тысяч. На завтра, на следующий год, так сказать, уже будем думать, что о выпуске более большего количества. Мощность завода и комбинирован методом на 2 миллиона молодых выпуска. Поэтому на сегодня по Дагестану таких заводов, которые государственно выпускают осетров, нет. В рамках государственного задания 200 тысяч мальков выпущены в Сулакскую бухту. Она служит боферной зоной, где мальки будут адаптироваться к соленой воде. К осени рыбы выйдут в Каспийское море. Вода подача прямая, охлаждается. Вот у нас кондиционеры стоят здесь. Очистка воды механическая, биологическая. Очищаем. Вот поставим на бассейн, видите, очистки, перебираем. Корму убираем. На заводе способным производить миллионы мальков. В каждом бассейне содержится от 10 до 20 тысяч осетра и белуки. Действует инкубатор, круговые бассейны, электронные цеха. Личинки осетровых рыб до определенного момента выращиваются именно здесь. Естественно, на реста практически нет. Искусственное воспроизводство – процесс сложный. Во многом успех зависит от техники рыбовода. Одной из работниц завода является Альбина. Просто мне понравилась эта работа. Так захотелось работать. Как бы так. Муж тоже рыбак. Сама тоже хотела рыбачкой. Поэтому пришла сюда работать. Начинаем рыб кормить. Готовим. Через это все пропускаем. И потом ванны моем. Потом полы. Все, что нужно, все делаем, как положено. Сегодня популяцию ценной рыбы не спасти. За десятилетия ее численно сильно сократили браконьеры. Долгое созревание, незаконный отлов рыбы до того, как она успеет набрать вес и дать потомство, делают этот вид редким и уязвимым. Остается надеяться на местные предприятия. Битый кирпич, арматура и море полиэтиленовых пакетов. В Карпетахенском районе в ходе проверки сотрудники Россельхознадзора обнаружили очередную свалку строительного мусора. Весь непригодный материал находится на землях сельхозназначения, территория которых достигает 50 соток. В ходе проверки сотрудниками управления отобраны почвенные образцы, которые направлены в Ставропольскую краевую ветеринарную лабораторию для оценки вреда нанесенного почвам. Продуктовая корзина в Дагестане выросла в цене. Стоимость минимального набора продуктов питания составила 4 112 рублей в расчете на месяц. По данным республиканского органа госстатистики, его величина увеличилась с начала года на 4,7%. Этот показатель стал вторым по величине по регионам СКФО. Самый дорогой набор продуктов в Ставропольском крае, а самый дешевый в Кабардино-Балкарии. Отметим, в набор продуктов на человека входит почти 15 килограммов хлеба икру, 12 килограммов картофеля, по полтора килограммов фруктов и кондитерских изделий, почти 3 килограмма мяса и 18 килограммов молочных продуктов. В Дагестане стали меньше строить. Как сообщает Дагестанстат, объем выполненных работ в сфере строительства в нашей республике сократился до 56 миллиардов рублей. Кроме того, за минувшие полгода в республике сократился ввод жилья на 1,5%. Так, с начала года было введено 302 тысячи квадратных метров. Красные дипломы вручили выпускникам Дагестанского государственного университета. Крупнейшему вузу в Северо-Кавказском федеральном округе в этом году исполнится 88 лет. В этом году более трех тысяч молодых людей выпустились по 73 специальностям. Из них 550 завершили учебу с красным дипломом. Я бы сразу хотел поздравить всех наших выпускников, всех, кто здесь присутствует. А это, безусловно, лучшая часть наших выпускников этого года. С завершением учебы в Дагестанском государственном университете. Хочу пожелать вам всех-всех благ. Мы продолжили учебу в магистратуре, потому что показалось, что бакалавриат – это недостаточные знания. Плюс в магистратуре более узко изучается специальность. Поэтому это, в принципе, хороший шаг, и мы не пожалеем, что поступили туда. Юный миротворец 2019 под таким названием накануне в детском оздоровительном лагере «Юность» торжественно открыли правоохранительно-патриотическую профильную смену. На протяжении трех недель 160 детей, состоящих на профилактическом учете, будут отдыхать и развиваться. Ребят ждут встречи с интересными людьми, мастер-классы с различными специалистами и всевозможные конкурсы и соревнования. Отметим, смена подготовлена по инициативе МВД Республики и при поддержке Министерства образования Дагестана. Ребята, мы постараемся, чтобы эта смена была очень запоминающейся для вас. Уже завтра вы побываете у наших коллег в Министерстве обороны, в подразделениях 58-й армии и посмотрите ту технику, то вооружение, которое оснащены наши военнослужащие. Главным событием мероприятия стали показательные задержания преступников бойцами специального подразделения МВД. Ребята с интересом наблюдали за профессиональными действиями полицейских. В Махачкале подведены итоги третьего мини-футбольного кубка Кахиба. Турнир среди выходцев оселения Кахиб Шамильского района посвятили памяти известного журналиста, писателя и публициста Гаджи Арипова. Кому на этот раз достался почетный трофей, узнаем в сюжете Курбана Рагимова. Единая форма, профессиональный судья и прямые трансляции. Уровень кубка Кахиба растет с каждым годом. В этот раз в спор за трофей вступали 12 команд. Сильнейшего они выявляли в течение трех месяцев, играя по круговой системе. Судьба чемпионства решилась еще в предпоследнем туре, когда футболисты верхнего Колоба сумели одержать шестую победу к ряду. В заключительный игровой день им оставалось лишь подтвердить свой статус. Игры давали сложно, так как равный уровень у команд был. Просто нам немножко где-то повезло, где-то мы сами дожали. Команда у меня вот, молодые парни, молодые ребята, они бились до конца. Я им тоже хочу поблагодарить за то, что они бились до конца, за то, что они не бросили играть, за то, что поверили в себя. Уже третий год турнир служит хорошим поводом сплотить кахибскую молодежь. Об этом говорили на официальном закрытии. Здесь же сельчане и друзья теплыми словами вспоминали дагестанского публициста Гаджи Арипова. Но то, что вы задумали, это очень хорошая память в честь нашего Гаджи Арипова. Я его хорошо помню. Помню этого таланты у ученого и у журналиста. Он посвящал свои выступления, свои знания для того, чтобы в лучшем свете представить истинных горцев Дагестана, которые ценят свое находение в сосуде Дагестана и Российской Федерации. Игроки Верхнего Колоба впервые поднимали Кубок Чемпионов над головой. Серебряные и бронзовые медали в этом году достались командам Бакдаб и Шубах соответственно. Организаторы турнира также учредили и индивидуальные призы. Мы в будущем, конечно, хотим провести открытый кубок. Есть в планах провести кубок и в нашем селе, а не в Махачкале. Есть очень много планов, потому что есть перспектива, когда видишь, как команда относится к самому турниру, как поддерживают наши старшие здесь. Поэтому с каждым годом хочется поднимать наш уровень намного выше. И с каждым годом, на самом деле, нас становится все больше и больше. Поэтому мы видим, что плоды есть, и мы идем в правильном направлении. Курбан Рагимов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Ну а в Хасавертовском районе прошел кубок ЛФЛ по мини-футболу. На протяжении нескольких дней 32 команды из муниципалитетов района соревновались за первое место. В финале встретились команды сел Новососетли и Новогагатли. В упорной борьбе победителем и обладателем переходящего кубка стали жители Новососетли. Турнир проводился по инициативе ДРО «Молодежь Хасавертовского района» и «Молодежного центра» при поддержке администрации Хасавертовского района. На этом у нас все к этому часу. Оставайтесь на этом канале и следите за развитием событий. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин